ну мне алексей макаров исполнитель я видел интервью черсиным которого я знал как разумного спокойного юношу который захлебывался вам не сказали посмотри и прислали ссылку в интернете с горящими глазами как два прожектора я вот а тоса его нет он чудесный чудесный он сыграл во-первых он вырастает в очень большого артиста его очень большого он невероятно серьезно относится к профессии очень одаренный человек все это вместе как-то так верно сочетается в нем он сыграл настолько благородного настолько красивого настолько безумного в момент драк человека он дерется как берсерк он кричит он страшного превращается в такого чудесная роль чудесная роль то такой запоминающийся образ там тоже разбитые женские сердца совершенно по-другому и вот так он такой трагичный его так жалко все по ним очень хорошим но просто мне вот алексей сказал что на самом деле у вас это лента в голове то уже было много лет то есть вы четко себе представляли что это будет не глядя на него ощущение это неправда это их ощущение у меня у меня было желание как у продюсера это сделать много лет назад и я понимал что это хорошо бы сделать я делал королеву маргу когда-то и понятно начинаешь сошлое качестве режиссер но не в качестве режиссера нет 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 я поначалу думал о том что прошу бы переснять может быть написать новый сценарий взять песни например прекрасный наевского ну такая была так же на меня только григорьевич лысенко смотрел чуть-чуть и что-то я гонит ну хорошо у нас же вот есть уже с песнями нет нет но с песнями снова как я я понял что что-то надо с этим делать а как делать я не очень понимал и с песнями я хочу уточнить просто мюзикл имелся ввиду или просто такая музыкальная экранизация я имел ввиду взять песни максима дунаевска и петь их переиграть а написать другой сценарий использовать их в этом сценарии сделать я понял что надо бои усиливать надо делать как-то это все эффект не вот можно ли с песней мне казалось что можно какое-то время по моему что нет это это нельзя это будет такая отсылка и она ничего не да хотя куда картине хелькевич абсолютно звездные хотя с другой стороны смотря для какой аудитории это все так все ранее сейчас выращивало колени как можно было запросто на самом деле сейчас понимаю что наверное можно было запросто но песни написаны к фильму хелькевича диктуют тоже на другой жанр не тут в котором я сделал картину которую мне хотелось сделать они очень красивые эти песни они интеллигентные но они очень четко сидят в тех прекрасных кухонных семидесятых с фигой в кармане для интеллигента и в них то это проскальзывает это все это поэтому сейчас это все другое а теперь таких песен не пишут и слава богу музыка есть ведь фильм музыку фильме чудесная музыка фильме чудесная музыка потому что я я всем гри музыки не будет него ребят мы делаем картину это будет приключенческое кино эмоциональное трогательное но все что угодно но музыки вы же понимаете нам на это поле переходите будем делать драки погони будем одеваться будем снимать в замках но не будет и когда я привез материалы композитор шилыгин сел и начал писать я вдруг начал слышать что он пишет там очень талантливый человек очень и он но он хлест и бригаду писал при том что он такой консерваторский в дребезги он может у него очень эмоционально и энергичная музыка очень современная и он мелодии пишет почему легко и сколько угодно и очень красиво когда стало понятно что надо кинопрокат и я сказал лишь ну давай в лондонский оркестр а не было прецедентов как бы совместной работы отечественных кинематографистов лондонского симфонического оркестра который основной оркестр кинематографии в мире а бюджет позволял да бюджет позволял но не позволял лондонский оркестр они у них вот совет решает кому они будут писать музыку кому не будет и никто повлиять на их решение не может и когда они согласились так я не имел потому что согласились они когда что вы же показали им что или им давали материалы мои сотрудники или с ними переписку я понял что вопрос формальный что они откажут и они не отказали и а какой материал какой-то трейлер нет трейлеров еще не было фотографии спроб ну что-то им туда отправляли информацию о создателях кто они искать проверяют качество происходящего в общем забавная была история и они грандиозные конечно они записали всю киномузыку начиная там от и дианы джонса и джеймса бонда заканчивая властелином колец и гарри поттером это все они и я такого состава музыкантов не видел конечно никогда это поразительно было как они игра это и самое удивительное знаете что что это слышно в зале когда начинает разведенная на 6 к на 6 каналов начинает играть музыка вы когда 79 музыкантов там найти и и писали это в р-студио где стену пинк флойда писали это студия стива мартина который продюсер и аранжировщик битлс да и и это дирижер который титаник дирижировал и это звукорежиссер который пишет все вот вот на последнем оскаре 4 номинации из 5 его ник чудесный там парень как мальчоночка выглядит я давно работает и мне как открыли фильмографии 2 картина шрека дальше все пошло и когда это все они свели записали и все что они играли осталось на пленке они пропала куда-то как обычно это к сожалению и вдруг это расставил растасканы на 6 каналов вокруг тебя начинает играть этот оркестр и начинает бегать мурашки я на перезаписи спрашиваю звукорежиссера который ну конечно перезаписи подправляться в последний момент он не не читал не видел такой самый из тех кто работает над фильмом самый свежий зритель который остался у кого еще что-то можно узнать выше остальные уже так замылились они же ничего не понимают я бы у вас мурашки бегают 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 мурашки они начинают играть бегают мурашки и это конечно я не думал что и так будет слышно зачем ты выпендриваешься зачем тебе лондонский симфонический оркестр ну что это за ты пижон ничего не пижон все это слышно и слышно в кинотеатре просто очень очень для очень здорово не политкорректно стану злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додалев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва 24